Эта дискуссия может происходить с разным градусом напряженности. Я надеюсь, что сегодняшний наш разговор будет достаточно острым с одной стороны, в то же время мирным с другой стороны. Вот я, например, нахожусь здесь на сцене со стороны противников ГМО, но я бы не хотел это называть противниками ГМО. 24 апреля в первом чтении принят закон об ограничении оборота ГМО в Российской Федерации и вот мы с коллегами, в общем-то, поддержали этот правительственный законопроект, потому что до недавнего времени, да по сути до сегодняшнего дня, в России по закону нельзя выращивать ГМО, но употреблять ГМО можно. То есть не было до сегодняшнего дня ограничения на ввоз ГМО продуктов в страну, то есть бред какой-то получается. То есть с одной стороны мы не можем у себя производить и в какой-то степени переставим быть конкурентоспособными, с другой стороны, можно кормить свое население, а мы не знаем конечного результата от применения ГМО. ГМО вещь не до конца изученная. Вот что понял я в результате своих изучений, в результате своих исследований? То, что мы сегодня, на настоящий момент, не можем точно сказать, какие будут последствия через 20, 30, 40, 50 лет. Потому что есть угроза, что мы можем разбалансировать нашу био- и экосферу. То есть какой-то маленький насекомый, который мы с вами, находясь в этом зале, даже о нем мы не думаем, оно есть, а мы о нем не думаем, он живет своей жизнью. Но оно является кормовой базой для какого-то другого более крупного насекомого, который поедает какое-то мелкое животное, который является кормовой базой для более крупного животного и так далее. И вот бездумное применение ГМО растений, оно может привести к тому, что мы можем разбалансировать всю вот эту цепочку и все может рухнуть. Мне всегда было интересно, почему половина мира прекрасно сеет, сажает, ГМО употребляет, а другая половина жутко этого боится. Вот просто, ну вот хуже отравы не придумаешь. Ну вот как так получается, что вы тому же американцу скажете, вы же кушаете ГМО, он скажет, ну что, нормально, скажите в России кому-нибудь, у него волосы дыбом встанут. Что такое метод генетической модификации? Вот меня сейчас журналисты спрашивали в коридоре, это хорошо или плохо, ответьте. Хорошо или плохо? Слушайте, метод генетической модификации, это как, допустим, таблица умножения. Это тоже метод, да? Таблица умножения может быть хорошей или плохой? Я не знаю. Вот с помощью таблицы умножения можно рассчитать, допустим, атомную бомбу или там заряд какой-то взорвать, убить людей. А можно сделать что-то хорошее. Понимаете, с помощью любого метода можно сделать и хорошее, и плохое. Поэтому вот ставить так вопросы, хорошо это или плохо, ни в коем случае нельзя. Более того, я вообще даже не знала толком, что вообще реально происходит. Мне было интересно, по руководству было написано про реальность и поколение. И мне было интересно, что происходит с их поведением. Я даже предположила, что, наверное, в третьем поколении изменяется поведение. То, что я видела, вообще не входило ни в какие рамки. Более 50% крысят умерли. Мы посмотрели морфологию внутренних органов. Патологию печени, патологию в почках, патологию половых органов. Особенно мы потом уже смотрели у крысят. Там что-то страшное происходило с синяками. Онкология, то есть часть крысят, у них были огромные просто опухоли. Ну и что мне еще поразило, это нарушение у телецкого инстинкта у самок. Но самое страшное, чем мы столкнулись, не было уже второго поколения. Ну кто-то его называет третьим, если брать родителей первого поколения, а потом второе, как его крысят. И вот у этих крысят уже не появлялось потомство. Вот это был удар. Потому что если мы с вами едим трансгенные продукты, иначе мы их едим в 90-м годах, в конце 90-м годов, то значит все дети, рожденные в это время, вполне могут быть бесплодными. В настоящее время мы уже обязательно проводим исследования на поколениях. То есть на поколениях мы уже исследуем. В том числе мы определяем большое количество токсикологических показателей. То есть что вот еще нужно для того, чтобы доказать всем присутствующим, что ГМО безопасны. На основании наших полученных данных мы действительно выдаем наши заключения научные, представляем отчеты в Роспотребнадзор, и они уже выдают свидетельство о госрегистрации. Хочу еще сказать, что у нас были проведены исследования на поколениях, на трех поколениях крыс, которые получали агравированные количество ГМ-кукурузы. То есть всего было съедено 2,5 тонны ГМ-кукурузы. Было получено порядка 3 тысяч крысят. И в общем-то все необходимые исследования, пренатальное развитие, постнатальное развитие, и в том числе поведенческие реакции потомства, мы все изучали. И это все опубликовано. И в общем-то не было выявлено никаких негативных эффектов. Крысы прекрасно размножались. В третьем поколении у нас в опытной группе было даже больше потомства, ну там на крысенка, но было больше, чем в контрольной. То есть никаких негативных эффектов выявлено не было. Данный продукт проходит огромное количество исследований. Он исследуется на наличии всех возможных токсинов и аллергенов. И если только есть какая-то потенциальная схожесть с выработкой этих токсинов и аллергенов, то такой продукт сразу же снимается. Не надо нам спешить, кажется, с этим направлением. В России достаточно других проблем, которые надо сегодня решать. Быть в стороне от этой проблемы, наверное, тоже будет неправильно. Исследования надо проводить, и проводить их как можно глубже. Доживем, когда у нас в стране будет, ну, 500, может быть, 700 миллионов населения. Наверное, тогда это проблема. Продолжение следует...